Друзья, всем привет! Меня зовут Юрий Екатерин. В данный момент я нахожусь в лесу, где строю избушку для рыбалок, для провождения каких-то на природе с выездов за ягодами, за грибами и тому подобное. Но дело не в этом абсолютно. У меня часто в голове возникают некоторые вопросы, и вопросы возникают у моих зрителей. Как вообще вот так вот, возможно ли жить за счет Ютуба, за счет того, что ты снимаешь ролики. Потому что некоторые реально пишут, я вот за такие же деньги на заводе спахиваю, цемент таскаю, а он сидит там на расслабухе, фигней занимается якобы, и за это получают деньги. Во-первых, друзья, это очень сложная работа. Во-вторых, друзья, я, поверьте мне, сил отдаю порой, ну, нисколько, не меньше, сколько он на заводе. Выглядит все, да, 20 минут видео, то, что там на рыбалке он сидит, балдеет, там чайок попивают, рыбку ловит каждый день, что-то там в свое удовольствие. Это, возможно, и так. Это я, почему так? Во-первых, я занимаюсь тем, что мне нравится. Во-вторых, друзья, все-таки это, ну, нисколько непросто. У меня пришла в голову идея, возможно ли сделать из простого человека, из паренька, из пацанчика такого блогера, который будет через год зарабатывать деньги, и будет ли зарабатывать их вообще. Короче говоря, я хочу предложить одному молодому пацанчику такое вот взаимовыгодное решение. Я раз в неделю буду приглашать его к себе домой, чтобы провести с ним беседу. У него есть свой канал, который, ну, на нем укладывают полную фигню. Но, друзья, у этого паренька, на мой взгляд, есть потенциал, что он будет снимать интересные ролики. Только надо им маленько заняться. Короче говоря, я поговорю с его мамкой, я поговорю с ним лично, есть ли у него желание заняться съемкой видеороликов нормальных, а не то, чем занимается он сейчас. Короче говоря, снимает чушь. Мы с вами посмотрим, я оставлю вам ссылку на его канал, сможет ли он развить свой канал. Я ему буду задавать некоторые задачи, которые он должен будет выполнять и снимать ролики. Ну, это, естественно, просто как снимать ролики я ему буду, задачи ставить. И самый главный вопрос, интересующий вас, сколько и вообще будет ли он зарабатывать денег. Не факт, что он сможет так быстро монетизировать свой канал, но все же мы сможем хотя бы поставить его на путь истины. Этому пареньку сейчас предстоит где-то либо учиться и посмотрим, что из него вырастет в дальнейшем. Видеоблогер или строитель какой-нибудь, который будет за 20 тысяч рублей спахивать на пилорамах, стирая руки в кровь от лафетов тяжеленных и ломая спину себе к 30 годам, что он будет ходить в буква ЗЮ. Я ничего не обещаю. Я сейчас прихожу домой, зову его к себе. Мы с ним эту тему обсуждаем. Хочет, делает. Времени свободного ему предостаточно. Мы ему будем давать неделю срока, чтобы он отснял один ролик. Ну, а мы с вами будем его оценивать. Выкладывать он будет его себе на канал. Поехали домой. Что же, друзья, я решил пригласить человечка сюда. к землянке. Вчера с ним мы застыковались. Я ему объяснил, что надо увидеться. Сказал, где он. Он говорит, я знаю, где находится вот это все. Короче говоря, он придет, я вам все объясню. Что и как, вообще, какие мысли в голове я гоняю. И ему объясню, потому что он вообще не в курсе, зачем я его сюда позвал. Ну, и вам, я думаю, это будет интересно. По крайней мере, мне будет интересно вот эта вот ситуация, которая происходит вообще сейчас. В моей голове, по крайней мере. Продолжение следует... Норма. Что же, друзья, наш гость, я говорил, Артем зовут, фамилия Черков. Так, он понятия не имеет, зачем я тебя пригласил, да? Как ты думаешь сам? Не знаю. Вообще не догадывался. Короче, снимаешь ролики, нравится. А что снимаешь, сам нравится? Да. Думаешь, это интересный материал? Не знаю. Вот если честно мне сказать, фляпу ты снимаешь полную. Вот честное слово. Рыбалка, нравится такое что-нибудь? Конкретно чем еще занимаешься? Железо кабаем. Там в компьютерах немножко разбираешься. В компьютерах разбираешься, это хорошо. Но это нам не пригодится. А так лес, грибы, ягоды. Занимаешься там, да? По ходу ходишь, там такие, что-то строить там, пытаешься. Как мамка к этому относится? Хорошо. Как бы не против, да? Угу. Так, сейчас ты что после этого класса собираешься куда? В речной. Это мустик? Нет. В этот. В Котлас. В Котлас. Понятно. Этот сто процентов, да, уже так решил? Короче говоря, сейчас ты год еще будешь учиться в девятом классе, а потом в речное. Так, да? Угу. Туда еще надо поступить, и в дальнейшем будущем, как бы, еще не факт, что ты там будешь работать. А так, по роликам, ты чего кто-то пытался добиться, вот если снимать. Посмотреть как будет. Ну вот, если честно, вот ты не добьешься просмотра в чем ты тут снимаешь. Короче, у меня предложение к тебе есть. Я к тебе буду давать задачи некоторые. Угу. Ты будешь снимать. Угу. Сейчас вот люди нас смотрят, они, надеюсь, подпишутся кто-то к тебе на канал. Угу. Но то, что ты сейчас снимал до этого, ты три ролика оставишь себе, которые больше всего нравятся, а остальное стирай на фиг с ютуба. Да. Это шлак, это мусор, это вообще, это ни о чем просто. Ну просто люди сейчас посмотрят, они скажут, ну мы смотреть не будем. Мое предложение какое? Я тебе буду давать некоторые задачи, ты будешь их снимать. Ага. Ну, монтировать. Как бы сам все, ты знаешь, ну как бы ты уже умеешь. Компьютер есть, да? Угу. Телефон снимаешь? Да. Ну у меня давно есть экшен камера, но там качество не очень. А у тебя экшен камера есть, качество не очень. Качество не очень, вообще не очень. Качество круче. Здесь у меня кое-что. Дома также лежит. Такая камера примерно с размерами, да? Но у нее качество тоже не очень. Телефон лучше снимают. Тоже не так. Я вчера, короче, экран вот этот объектив сам поменял, новый поставил. Батарейка держит плохо. То есть, пауэрбанк нужен на прямом случае. У меня есть вот этот, я давно им не пользовался. Не знаю, как он будет. Шмур-то есть? Да. Запасная батарейка, которая не знаю, как его качество. Короче говоря, она еще летом, поснимать на нее можно. Вот как-то где-то. Угу. Но зимой она будет садиться на раз-два. Это дают тебе на прокат. Короче, пользуешься ей. Попробуешь, не знаю, телефон. Лучше ты хочешь покупать экшен камеру, чтобы снимать на нее видео. Это второй раз ты купишь тебе такую же байду. Потом она тебе будет валяться где-то на полке. Ты пользоваться ей не будешь. Если покупать, то камеру, как у Артемки, допустим, не как у меня. Такая. Это дорого стоит. Но сейчас есть некоторые. Но современные телефоны тысяч от шести где-то. Они снимают вполне замечательно. Тебе плюсом и там и игрушки играть, и кино снимать, и в принципе и монтировать можно в нем. Но это надо посмотреть. Короче, копить деньги на него. Не забросить эту экшен камеру. Вот это вот покупать Алиэкспресса. Я их сколько? Я штук не знаю, 4-5 нара покупал. И толку нет. И я ни одной не рад. Там то шум, то звук плохой, то изображение плохое. Ну короче, я не знаю. Посмотришь сам вот это. Она в принципе заряжена. Но пользоваться умеешь, если есть. Крышка такая потерянная, но ничего страшного. Там примерно такое же качество. Вот я что и говорю. Короче говоря, тут баланс белого еще можно выстроить, потому что здесь сильно светло. Сколько ты роликов выкладываешь, можешь выложить в неделю? В неделю? Да. Один в неделю, короче говоря, справишься. Да. Но это надо будет ролик делать не такой, как ты делаешь, там что-то там, ага, ля-ля-ля, и это все фигня. Там 5 минут. Короче, должно быть видео не меньше 10 минут. Угу. Отличного качества, как можно лучше, чем получится. Ты со звуком работать можешь и со звуком можешь работать, да? То есть, грубо говоря, у тебя попроще, чем у меня задача. Я со звуком работать не могу, я на компьютере. Компьютеры у тебя есть, камеры какие-то есть. Видеоролик должен быть не меньше 10 минут, это раз. Дальше он должен состоять не меньше, чем из 40 подставушек разных. Смотри, раз камеру поставил, снял что-то там, секунд 7, там не знаю, вот кружку. Там что-то там поставил, еще что-то снял, ягодку какую-то, там таракашку, все. Себя снял, там что-то объяснил. Но эти камеры, я эти сразу говорю, вот так разговариваешь, еще слышно, на 2 метра у него вообще непонятно, что там говоришь. Причина, как можно громче говорить. Во-вторых, там уже в 5-х, 10-х, на твоих видео ты вот с таким вот лицом разговариваешь со зрителем. Должны быть эмоции, должен улыбаться, как сейчас. Если что-то там больно, то это должно быть больно. Они постоянно с одним и том же физиономией. Людям не нравятся, людям нужны эмоции. Людям должно нравиться то, что происходит вокруг. Должны переживать за тебя и также радоваться за тебя. Так, что задачу-то, какую задать тебе? Никуда не собираешься, я бежать все время. Сгрегание за ягодами. Могу, в принципе, за ягодами сходи. Это полезное свойство, ягод нам тоже не расскажешь. Так, давай поступим так. Ты сюда можешь приехать. Давай попробуем сделать так. Как ты первый ролик вот сейчас снимаешь в моем стиле. Ты же на мой канал смотришь по-любому. Почему я тебя и позвал сюда, в принципе. Короче, давай попробуешь снять вот завтра, послезавтра что-то в таком же стиле, как вот я здесь снимаю. Я тебе, короче, все тут разрешаю пользоваться. кастрюльки, баульки. Можешь тут где-бы там собирать, им принты тут есть. Это как бы плюсом будет. Неплохо было бы, допустим, найти, сейчас какую-то травину увидеть, запомнить ее, найти в интернете название, там людям рассказать, вот там, типа ты знаешь, то, что полезное свойство этих трав. К примеру, я тебе говорю. Либо там увидел какую-то муху, цикотуху, там лосут, про нее что-то рассказал. Короче говоря, понял идею. И вот какой-то вот завтрашний день вот здесь переживаешь. У меня завтра здесь не будет, послезавтра тоже. Так что в твоем распоряжении завтра-послезавтра можешь приходить сюда, в принципе, пользоваться. Одно, с огнем попроще будь, газу там нету, так что с ним еще проще. Если божь что-то там кашеварить, варить, аккуратнее. И еще раз говорю, побольше постановок, это все отрежешь лишнее, склеишь не меньше десяти минут. Ну а зрители посмотрят, оценят, что у тебя получится. Я ссылку на твой канал оставляю под этим видео, которое мы сейчас снимаем в данный момент. Ты три видео оставляешь. Переименуй канал, как тебя называют сейчас? Просто Артем Черков. Называй Артем, ну короче, чип 43, Артем Черков. Допустим так, чип 43, 43 регион. Соответственно, чип это, что интересно пацану, аббревиатура. Ну там, в принципе, добавишь в своем канал. Сделаешь там заставочки, все эти дела. А мне что интересно, самое главное, сможем ли мы набрать подписчиков и зрителей к тебе на канал в течение года? Зимой рыбачишь, что-нибудь занимаешься такой? Да. Тем более, если что, где-то я тебя с собой, может, буду брать. Ну, надо стараться, чтобы это заходило зрителям, а зрители будут заходить и оценивать. Понял? Раз в неделю, короче, сидя ролик. Хорошо. Пользуйся. Все, друзья, а вы подпишитесь на канал к нему и следите, что он будет делать. И говорите советы, правильно он делает или нет. А потом, через неделю где-нибудь я ему позвоню, мы встретимся, посмотрим этот ролик вместе, что у него получилось. И дадим ему следующую задачу, что-то снять. В общем, друзья, как-то так. Задачу пареньку объяснил, теперь все зависит от него и от вас тоже. Так что я вас не доставляю прям подписываться и лайкать. но если интересно вам будет, что из него... Вот посмотрите ролики сейчас, которые они снимают, и добьемся ли мы что-то результата. Я думаю, у него желание есть, а возможности пока, как и у всех начинающих, кто снимает ролики блогеров, так называемых, надо наращивать. Этого добьется он со временем сам. Посмотрим, чего у него получится вообще. Получится ли вообще. Ждем от него первого ролика, оцениваем. Ну и потом дадим задачу другую. Посмотрим сначала, что у него получится. Потом будем отталкиваться от этого. Ну и все. Всем пока. Следите за новостями. Ссылка на его канал внизу под описанием.